От слов к делу. Департамент природных ресурсов разработал техническое задание на проектирование рыборазводного цеха. Лишилась собственных денег. Жительница региона, желая взять кредит, отдала аферистам свои кровные. Инициативное бюджетирование в действии. Администрация Ниньского округа распорядила субсидии муниципалитетам на проекты по поддержке местных инициатив. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. В Ниньском округе подготовили техническое задание по созданию рыборазводного цеха. О необходимости обеспечить процесс воспроизводства молодей рыб сеговых пород речь шла на заседании регионального рыбохозяйственного совета в Наринмаре в августе. Идею строительства рыборазводного предприятия поддержали и представители рыбохозяйственной отрасли. По поручению губернатора профильный департамент совместно с Центром развития бизнеса должны разработать проект по созданию такого цеха. В настоящее время техническое задание уже готово и передано в Центр для подготовки проекта. Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет порядка 10 миллионов рублей. Согласно техзаданию, новое предприятие рассчитано на подращивание личинок сега в количество 5 миллионов штук. Как пояснили в профильном департаменте, основную долю их теопродукции в пресноводных водоемах региона составляют рыбы семейства сеговых, такие как пеледь, чир, омуль, сик, нельма и ряпушка. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства сеговых заметно падает и не обеспечивает былую численность данного вида рыб в водоемах округа. Строительство цеха позволит получить прибыль от реализации искусственно выведенных мальков и воспроизводить популяцию сеговых видов рыб в бассейне реки Печора. Вопросы в сфере молодежной политики обсудят на межрегиональной конференции «Молодежь и общество. Время перемен», посвященной развитию молодежного парламентаризма в России. Организаторами мероприятия выступит Общественная молодежная палата при собрании депутатов Нелинского автономного округа. На конференции планируется обсудить актуальные для молодежи темы, в том числе о законодательной поддержке волонтерского движения и развитии молодежного парламентаризма в регионе. Особое внимание будет уделено проблемам сельской молодежи. По итогам работы будет сформирован проект резолюции, в которую войдут конкретные предложения по совершенствованию молодежной политики в регионе. К участию приглашаются все желающие. Конференция пройдет 8 сентября в 17 часов в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Оформив заявку на получение кредита в интернете, жительница округа не только не получила обещанных денег, но и заплатила собственные 9 тысяч рублей. Как уверяли лжесотрудники банка, эти средства были необходимы для перевода заявительницы предоставляемого кредита и на его страховку. О своем горьком опыте общения с мошенниками женщина рассказала нашей съемочной группе. Оформила заявку на сайте «Одобрим кредит». Заявку на получение кредита в размере 100 тысяч рублей. Заявка рассматривалась в течение двух дней. В начале этой недели Мария позвонила девушкой, представившись сотрудницей Тачбанка, сообщила о том, что кредит одобрен. Для того, чтобы денежные средства поступили из Москвы в Наринмарский филиал Сбербанка, заявительнице необходимо оплатить перевод в размере 1750 рублей. Потом поступил еще один звонок от эфиристов. На этот раз они сообщили, что у женщины плохая кредитная история. То, что передав документы в Сбербанк, нашего отделения, пришел ответ, что так как были просрочки по платежам, мне надо заплатить сумму в размере 7330 рублей за страховку. Я не знаю, я никогда не верила таким. И почему это купилось, наверное, на заниженную процентную ставку. После очередного перевода денежных средств на телефон женщины снова поступил звонок от мошенников. На том конце провода сообщили, а через 10 минут заявительнице позвонит представитель банка. Мария вспоминает, в тот момент ее словно осенило. Женщина поспешила в ближайшее отделение Сбербанка. Сделали всевозможные распечатки, выписки, запереводы, все сразу. И я обратилась, конечно же, к заявлению правоохранительного органа. Мария до сих пор не понимает, как такая бдительная женщина, как она, смогла поверить эфиристам. Ведь к оформлению кредита она подходила осознанно. И даже изучила отзывы о сайте, на котором оставляла заявку. Я посмотрела на отзывы, да, отзывы были. Мы пользуемся, нам уже и кредитные карты оформляли. Я не знаю, почему у меня сомнений не возникло. Потому что у них сайт называется «Одобримкредит.ру». Они представились работниками Тачбанка. Я почему и думала, что Тачбанк, что это уже известный банк по России, тут у нас их нет, что можно доверять. И доверилось. Все обстоятельства произошедшего предстоит изучить сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время, по данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники окружной полиции в очередной раз предупреждают вас, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не переводите свои деньги неизвестным, малоизвестным людям. Мошенники, чтобы завладеть вашими деньгами, могут предлагать вам различные выгодные для вас условия. Вот как в данном случае это был низкий процент по кредиту и быстрое получение денежных средств. Не верьте, не верьте мошенникам, не дайте аферистам завладеть вашими деньгами. На то, что деньги удастся вернуть, Мария и не надеется. Но своей историей она хотела предостеречь жителей округа от подобных фактов обмана. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Администрация Ненецкого округа распределила субсидии муниципалитетам на проекты по поддержке местных инициатив. Девять проектов будут профинансированы в общей сложности на 5 миллионов рублей. Финансирование получили 9 из 16 заявок. Первое и второе места заняли проекты Пешского сельсовета по ограждению территории памятника участникам Великой Отечественной войны и ограждению кладбища в селе Нижняя Пеша. Подробнее об этом расскажет Любовь Пермякова. 16 проектов от 10 муниципальных образований боролись за право получить средства на благоустройство сельских поселений. Какую именно территорию нужно привести в порядок решали сами жители. Особенность этих проектов это привлечение населения и их прямое участие граждан в реализации этих проектов. В этом самый эффект, потому что граждане вкладывают деньги и потом сами контролируют качество работ и потом сами смотрят за эксплуатацией этих объектов, которые благодаря их же труду возникают у нас на территориях населенных пунктов. Кроме личного участия граждан в разработке проекта и его дальнейшей реализации при оценке конкурсантов комиссия учитывала объем вложенных средств из местного бюджета, он должен был составлять не менее 10%. Приветствовалось и участие предпринимателей. В итоге финансирование в зависимости от набранных баллов получили городское муниципальное образование и пять сельских поселений. В число победителей вошел и Приморско-Куйский сельсовет. Мы выходили с двумя проектами. Это благоустройство территории общественного делового центра улица Новая, дом 5. И второе – это устройство пешеходных дорожек поселка Красная. То есть состыковать здания... Цель была состыковать все социальные фактические здания как бы пешей доступностью. То есть по одному проекту у нас где благоустройство общественную территорию, он небольшой, там порядка 300 тысяч. Это устройство декоративного ограждения там как бы... Ну и такой, скажем так, красивого вида планируем до 1 ноября работы выполнить. А все, что касается пешеходных дорожек, то есть в этом году и часть уйдет в следующий год. Всего на реализации этих двух проектов Приморско-Куйский сельсовет получит более 1 миллиона рублей. Благоустроит свою территорию в этом году и Пешский сельсовет. Получили денежки на благоустройство ограды, на замену ограды на кладбище на месте захоронения в селе Нижняя Пеша и установку, то есть замену деревянной ограды на железную у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Нижняя Пеша. Всего на замену ограждений Пешский сельсовет получит грант в размере более 800 тысяч рублей. Еще один сельсовет, Хоседохарский, порадует своих самых маленьких жителей. Детская площадка «Дворик детства» скоро появится в поселке Харута. Также благодаря окружной поддержке в центре села Великовисочного обустроят парковую зону отдыха с беседкой, скамейками и тротуарной плиткой. В целом по округу благоустроят более 10 территорий, за которыми впоследствии будут ухаживать сами граждане. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Концерт, звезд эстрады и, конечно, салют. Округ готовится к проведению масштабных праздничных гуляний. До завершения конкурса на лучший эскиз памятнику экипажа буксирного парохода «Комсомолец» остается две недели. Прием эскизов завершается в Департаменте образования, культуры и спорта Ненинского округа 22 сентября. Итоги конкурса подведут 6 октября. Планируется, что местом установки нового памятника станет территория сквера, где находится мемориал погибшим портовикам. Проект организован в рамках подготовки Ненинского округа к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Первый памятник экипажу парохода «Комсомолец» был установлен у здания управления Наринмарского морского порта на улице Сопрыгина в ноябре 1968 года. По инициативе краеведа Юрия Канева и Ненинской окружной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, был рассмотрен вопрос переноса этого памятника от здания управления Наринмарского морского порта в городской сквер, где находится мемориал погибшим портовикам. Тогда рабочая группа приняла решение о нецелесообразности переноса памятника из-за его ветхости. В этом году комиссия по топонимике увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символики мэрии Наринмара признала необходимость создания нового памятника и демонтажа существующего. Главное условие – сохранить художественную идею старого монумента – якорь и плиту с надписью. Согласно положению о конкурсе эскизов, новая скульптурная композиция должна отражать художественную идею памятника 1968 года. Летняя оздоровительная кампания выполнена более чем на 95%. В Наринмар с Черноморского побережья вернулись все дети, которые проходили оздоровление за счет окружного бюджета. Лечение в санатории Анапы сегодня проходят только дети, отдыхающие с родителями по путевкам мать и дитя. В этом году здравница Черноморского побережья стала основным местом отдыха детей из Ненинского округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Большинство ребят побывали под Геленджиком в лагере Дружных, поселка Кабардинка. За две летних смены там прошли оздоровление 218 ребят. Еще 10 человек отдыхали в Сочи в лагере «Юность», а также 10 ребят провели август в Подмосковье в оздоровительном лагере «Исток». Всего при поддержке округа отдохнули 238 человек. Это дети в возрасте от 7 до 16 лет, которым за счет бюджета Ненинского округа оплачивается как пребывание в лагере, так и перелет к месту отдыха и обратно. По путевкам мать и дитя в Анапу в санатории Дилуч на сегодня уже прошли оздоровление более 300 человек. Кроме того, почти два месяца на море провели 62 ребенка из детского дома. При поддержке бюджета Ненинского округа на море съездили школьники от 10 до 15 лет с ослабленным здоровьем. Также 136 ребят за особые успехи в учебе, творчестве и спортивной деятельности были отмечены путевками во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Артек», «Смена» и «Сириус». Помимо этого, в юне на пришкольных площадках региона отдыхали более полутора тысяч учащихся. На оздоровительную летнюю кампанию из бюджета Ненинского округа в этом году направлено порядка 80 миллионов рублей. Более 50 жителей Ненинского округа провели весенние и летние каникулы на берегу Волги в медицинском центре «Решма». Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году здравница федерального уровня, которая находится в Ивановской области, вошла в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненинского округа. Среди густого леса недалеко от города Кинишма находится лечебно-оздоровительный комплекс «Решма». Это современное многопрофильное медицинское учреждение, расположенное в красивейшей месте на Волге, где созданы все условия не только для поддержания активного и здорового образа жизни и незабываемого отдыха, но и для восстановления утраченного здоровья. Именно сюда в 2017 году приехали более 50 наринмарцев по программе медицинской реабилитации. Показания для лечения самые разные – от заболеваний сердечно-сосудистой системы до последствий травм опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, практически у всех пациентов из Заполярья снижены иммунитеты, частые простудные заболевания. Тут очень красивая природа, много деревьев, они очень высокие, воздух свежий, тут гулять хорошо. Мы нашли много друзей, можно с ними каждый день видеться и играть. Мне нравится больше всего массаж ручной и бассейн. Медицинскому центру «Решма» в этом году исполнилось 30 лет. Его по праву можно назвать кузницей семейного здоровья. В 2000 году в санатории было открыто детское отделение. Основными показаниями лечения здесь являются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и костно-мышечной системы. В 2012 году на территории медицинского центра «Решма» был построен корпус «Мать и дитя» для размещения детей в сопровождении взрослых. За год на базе медучреждения проходит полную диспансеризацию и углубленное обследование всего организма и при необходимости получают полноценный курс лечения более 2500 взрослых и детей. Мне здесь очень нравится. Тут вкусно кормят. Я нашла себе здесь новых друзей. Мне еще нравится ходить тут в бассейн, на физкультуру. Приезжайте все в «Решму». На сегодняшний день в медицинском центре отдохнули и поправили здоровье 13 взрослых и 40 маленьких наринмарцев. А до конца 2017 года «Решма» готова принять на реабилитацию еще около 40 человек после травм и операций на опорно-двигательной системе с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, поражения сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также с иммунными заболеваниями, требующими восстановления и медицинской реабилитации. Для этого достаточно обратиться к своему лечащему врачу. Для жителей Заполярья это настоящий подарок. Тем более, что оплачивают они только проезд. А стоимость медицинской реабилитации полностью покрывается за счет программы госгарантий. Ирина Нежалова, Телеканал «Север». В это воскресенье в столице региона отметят День образования Ненецкого округа и День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь этих праздников 10 сентября состоится грандиозное народное гуляние. На площади Мороцей будут организованы спортивные, детские, интерактивные площадки, выставка продажа сувениров и выступления звезд российской эстрады. Праздник начнется в 11 часов с детской программы «Я родился в НАО». С 13 до 16 часов на уличной сцене Дворца культуры выступят окружные артисты и творческие коллективы в концертной программе «Сияние Арктики». С 19 до 21 часа для жителей города и округа будут выступать группа «Файсты Фэмили» и певица «Максим». Завершится народное гуляние пиротехническим шоу на улице Полярная в районе автозаправочной станции. Начало салюта в 22 часа. В течение всего дня на площади будут работать интерактивные и тематические площадки, точки продаж товаров местного производства, сувенирной продукции. На народное гуляние приглашаются все жители и гости округа. Начало праздника в 11 часов. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова